ПОДЁЕМ! Восемь часов сорок минут, среда, двадцать восьмое ноября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы, здравствуйте, Настя, что ждете снегопада, ждете снегопада, говорят, будет снегопад, РСН ошибся вчера, я очень смешно написал, 50 сантиметров вместо 50 миллиметров, понимаешь, они там как-то приравнивают к воде, причем к тяжелой воде, и потом в снеге выходит до черта, конечно, конечно, 50 миллиметров это до черта, это много. Это больше 50 миллиметров? Народ, и Ленинский еще тормозит, шоссе энтузиастов Ленинский, и ДТП на слиянии Рублевки и Минки, и там тоже все тормозит. Все остальное, ну так, ну так, ужасненько, ну каширка ужасненько, ну что вы, привыкли же. Хорошо, слушай, Лукашенко сказал, что у Путина, я стал думать вчера, а почему для Лукашенко то, что у Путина спортивная травма охренительно, а для Кремля это ужасно? Почему? Лично для Пескова, мне кажется, он же сам лично опровергал, он же пресс-секретарь, кто формирует, кто тут, есть ли это советники, или кто это, Песков? Надо сказать, что пресс-секретарь все-таки оглядывается и на хозяина, и время от времени, если пресс-секретарь сходит с ума и не оглядывается на хозяина, то пресс-секретарь такой идет налево куда-нибудь. Подождите, он работает в сухом? Ну, а для тебя, когда ты узнаешь, что, значит, вот рассказ Лукашенко, Путин поднял какого-то жеребца, там, какого-то лося на плечо, долго ходил с ним, пристраивал, куда бы его пристроить, и потом бросил его о земле, о земле бросил, метнул, я бы даже сказал, тело партнера. В этом месте осталась воронка. В этом месте, да-да-да-да, да-да-да, он 140 килограмм, какой-нибудь чувачок такой, после чего сказал, что-то спину ловил. Нормально? Да. Вот ты что подумала? Все хорошо подумала бы, молодец какой. А еще что, мне все равно. И Лукашенко так считает. У кого-то что-то болит. То есть вот ровно все равно? Абсолютно. Ну, как бы, а вот Лукашенко считает, что это клево и нормально. Ну, потому что, наверное, он думает, что себя как бы прямо на этом месте. А Песков думает, что это плохо. Ну, как плохо, если вот больная райная утка. А вот для тебя это плохо или нет? Нет. Я бы никогда в жизни, я бы так и сказала. Была бы я советником. Я в 15 лет, когда у меня было 15 лет, у меня был третий взрослый по боксу в это время, и я во время тренировки, 15 лет, прыгая, нужно было закручиваться, вот прыгаешь, шаг вверх, и закручиваешься, и приземляешься на 360 градусов, и продолжаешь бежать. На бегу. Я подвернул ногу, и у меня боли в ноге были, наверное, ну, может быть, месяцев 7, очень сильные. И походка была другой, ну, примерно около года. Ну, у меня не было там цито никакого рядом, понимаешь? Значит, я просто хромал год, год, да, после тренировки по боксу. Ну, так, через боль, через боль. Но, и больше того, у меня потом, и до сих пор, мне кажется, разнашиваются по-разному ботинки. Вас все спрашивали, наверное, что случилось. Походка раз. Не, ну, я говорю, на боксе. А, вы говорили, на тренировке, да. На боксе подвернул ногу. Она же была стесняться. А что мне стесняться? У меня пескова-то не было. У меня же не было пескова, извините, что мне стесняться? Я подвернул ногу, и, пожалуйста, нет. Вы можете сказать легенду? Какую легенду? Какая легенда? Какая показалась? Потом я должен, кстати, сказать, что если ты проводишь тренировку себя жалея, как бы гуляя по бульварам, если ты проводишь тренировку такую праздничную левую, левую какую-то тренировку, то у тебя действительно ничего не болит. А если ты тренировку проводишь по-настоящему, на пределе возможного, то у тебя, конечно, все болит абсолютно. Я могу покататься на мотоцикле, просто покататься. А могу поехать в песчаный карьер, где обязательно мотоцикл почему-то взлетит над моей головою, и потом на меня распластанного сверху рухнет, прожигая мне портки, прожигая трубой портки, понятно, да? И ногу частично, и ногу прожигая, прожигая ногу, почему-то. Я возвращаюсь весь перевязанный, ободранный, как паршивый кот какой-то, ободранный. Мы говорим, что случилось? С сожженной кожей, с волдырями от сожженной кожи, собственной кожи, живой, моей кожи, понятно, да? Зажигаю ногу об этот самый коллектор, там, об все, трубу. Ну вот. Значит, это отлично, я себя чувствую прекрасно, то есть я потренировался, все хорошо, понимаешь? Вот в этом смысл тренировки, в этом смысл, собственно, тренировки. В этом смысл, нужно мышцы пальцев. А почему Песков не хочет? Очень странно, очень. Ну, теперь он уже вынужден, как вы думаете, он теперь уже вынужден, скажет, что... А сейчас... Сейчас у нас Путин мотает жлобов где-то под потолком, бьет их о земь, и поэтому у него, да, вот походка была хреновая на Атессе, ну да, он что-то так странно ходил тогда, но это нормально, спортивная травма. Ну, километр он по-прежнему плывет. Плывет. Или наоборот, не плывет. Ну, вперед по 25 метров, то с другом. Хорошо, это очень смешно, это кремлевские нравы. Я думаю, что это азиатчина. Я думаю, что это, в принципе, азиатчина. Да, правитель не должен быть уязвим, ну, что-то такое. Да, это абсолютно азиатчина Пескова, безусловно, абсолютно точно, да? Слушай, значит, ну а с Мерзаевым, как тебе вчера приговоры? Я, значит, я был оскорблен приговором до глубины души. Я видела, да. Я был оскорблен приговором четырежды, четыре пункта своей оскорбленности я выдвинул вчера в Твиттере. Ну вот. И он запостился в Фейсбуке через Твиттер. А потом мне дружок мой хороший, ну, в смысле, как хороший, мой студенческий друг и товарищи, и до сих пор очень уважаемый мною Андрей Афанасьев, Андрей Афанасьев, значит, написал. Ну, а что, в бубен не дать, что ли? Он говорит, нет, слышь меня, а мне Андрюха Афанасьев пишет, говорит, слышишь, а что, нельзя в бубен дать, что ли? Больше нельзя дать. Я, говорит, то есть тебя не понял, он говорит. И паспорт сначала спросите. Ну, как, говорит, по делу надо же в бубен-то дать, а как же, говорит, что ж надо за это стрелять, что ли, потом? Я, говорит, даю в бубен, говорит мне Андрюха, говорит. И больше того, я, говорит, даю так, чтобы разудить плечо. То есть, нет, не по-детски, не по-детски. Не по-детски. Процессу в бубен. Я стал думать после Андрея Афанасьевна, еще ребята какие-то мне написали. Значит, я стал думать. Слушайте, приговор по Мерзаеву вас удовлетворил. В смысле, одним словом, вот так, смотрите. Вы его признаете как правосудный или нет? Вот это очень интересно. Голосование. По Мерзаеву приговор вы признаете как правосудный? Да, 916-55-81, нет, 916-55-82. Да, 916-55-81, нет, 916-55-82. Это абсолютно принципиально, понимаешь? Моя позиция не изменилась. Я считаю, что ему не надо было. То есть, это и есть непредумышленное убийство. То есть, как вот ему присудился, так и... Ах, как ты попалась, Аношка, только что. Аношка, я тебя прямо вот вижу, как лисицу. Ты лисица есть, Аношка. Аношка, имя тебе лисица. И сейчас ты идешь с медвежьим капканом на задней лапе. Стоп, иди сюда. Непредумышленное убийство и убийство понесло. Ну, я не разбираюсь в этом. Аношка попала, Аношка попала. Я не юрист. Нет, ты попала, я юрист. Слушай меня. Вы юрист. Да, смотри меня. Ты облокачиваешься. Не убийство, нет. Ты в порыве жеманства. Случайно умер, но... Ты в порыве жеманства. Да. Облокачиваешься о подоконник. Шурша юбками. И падаю, да, я поняла. Сейчас у всех... Не падаешь, не падаешь. А роняешь цветок гераник. Так. Там идет дядя Федя. Так. Ветеринар, медтиран и ветеран всех войн. Дядя Федя. Ему прямо на голову. Ему 94 года. Горшок с геранью бьет дядю Федю в темечко. В темечко. И дядя Федя падает со словами, я ненавижу эту женщину. Понятно, да? И умирает. Вот это называется убийство по неосторожности. Ты по неосторожности вообще не причиняла агрессии в направлении дяди Федя. В принципе. Он случайно там оказался под горшком. Ну да, да, да. Твое дело было... Вот что такое убийство по неосторожности. Твое дело было, что ты должна была думать, что я, дурын, да сейчас стану кокетничать у подоконника и оброню горшку. Твое дело, что дядя Федя пойдет. Понятно, нет, да. Может теоретически пойти дядя Федя. Или котенок. Или любое живое существо. Муравейчик какой-то. Понимаешь? Да. А если меня намерены раздражать, это кто-то? Ты подожди. Это не есть убийство по неосторожности. Я поняла, да. Хорошо, не убийство. Это не предумеренное убийство. То есть ему же поменяли статью. В том-то и дело. Да, да, да. Сделали вид, что Мерзаев уронил горшок с геранью. Вот же в чем дело. Понимаешь, в чем дело? Сделали вид, и это прокуратура сделала, подменила статью. С моей точки зрения. Почему это решение неправосудно? Я считаю, что это решение неправосудно. С моей точки зрения. Внимание. Потому что есть убийство по неосторожности. Есть и настройки. Настройки. Где-то замешкался. У меня ведро с цементом взяло и упало. Да. Опаньки. А там сидел этот Махмуд Абдурахманович. И укубашки. Махмуд Абдурахманович, ну ты, твою мать, что там делаешь? Я не понял. Вот. И то есть мы разобрались. Это по неосторожности я его убил. В смысле, не убил еще пока. Ну, скоро убью. Понимаешь? Да. Значит, в этом смысле. Но если я бил... Причем тут неосторожность, ребят? Вы что, ребят, с ума посходили? А? Вы считаете... Нет. Вы считаете решение правосудным. Вы считаете этот суд правосудным. Сейчас 38,8%. Я промежуточный результат говорю. 916-55-81. Позвоните, если вы считаете приговор Мерзаеву правосудным. Для вас, по ощущениям. Правосудным и справедливым просто, да, Сергей? Правосудным и справедливым. Ну, достаточно, по ощущениям ему... По ощущениям. Мы же не прокурор... Эй! Мы не прокуроры, мы граждане. Мы не прокуроры. Мы, как граждане, осознаем и воспринимаем приговор Мерзаеву, как правосудный. 916-55-81. Да. 916-55-82. Нет. Сейчас, пока правосудным его осознает 38,1%. Скажу вам. 36,6 уже. 36,6. Падает ощущение правосудности. Правосудный. 916-55-81. Справедливый приговор. 916-55-81. Нет, не справедливый. 916-55-82. После рекламы скажу вам результат. Русская служба новостей. В движении. Так, поехали, поехали, поехали. 1571 человек позвонил. 29% позвонивших считает приговор правосудным. А продолжайте еще. Позвоните, пожалуйста. А то меняется, реально меняется картина голосования. Несмотря на то, что под 2000 голосов процент меняется. Вот недавно 36 было, которые считали, что правосудным. За время рекламы 29 стало. 425 человек считают приговор правосудным по Мерзаеву. А неправосудным и несправедливым 1426 уже. А 1043 считает неправосудным и несправедливым. 1048 уже неправосудный и несправедливый. Процент пока так вот 29 на 71. 29 на 71. Пока продолжается. Слушайте, значит, я... Или уже подвести итог, а? Давай подведу. Давай подведу, потому что тогда мне надо оставлять уже на спорт и новости эту фигню. А так не надо, не надо. Значит, 29,0. 29,0. 436 человек считают, что приговор правосудный. Это 29%. 1066 человек, 71%, считают, что приговор неправосудный и несправедливый. Ровно в 9.03, ребят, ровно в 9.03. Начнем обсуждать. Договорились? Не буду я сейчас затеваться за 15 секунд до новостей. Договорились? Давайте лучше новостям отдадим. Сережа-пастушок, поиграем. Рай-падрок Сережа, себе время на горожок. Подъем. 9 часов 4 минуты. Среда 28 ноября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая программы. Здравствуйте, Настя. Доброе утро всем. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, значит, я хотел сказать, что мы возвращаемся к теме. У нас огромное, большое число звонков было 1632. На 1632 звонка и уникальный голосов на 1502. 1502 решение наших слушателей такое. Они воспринимают. Это абсолютно субъективно настаиваю. Граждане, внимание, не прокуроры, а граждане, воспринимают приговор Мерзаеву. 29% как справедливый и правосудный. 29% как справедливый и правосудный. 71% как несправедливый и неправосудный. Попробуйте, попробуйте высказаться. 788-107-0. 788-107-0. Пожалуйста, ваша точка зрения. 788-107-0. Алла, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Да, Сергей. Я хочу сказать, что приговор неправосудный, несправедливый. Парня надо оправдать полностью. Просула Мерзаева. Он ни в чем не виноват. И поэтому я считаю, что приговор несправедливый. Не поэтому, а поэтому надо обосновать. Поэтому, я считаю. Почему, почему, почему поэтому? Что я должен терпеть, что мне будут плевать в морду. И непостоятельно... Вы должны убивать. Вы должны убивать. Мы не должны убивать. Притом, его удар приравнивается, как вы понимаете, примерно к выстрелу из автомата. И вы должны стрелять из автомата. Я вас поздравляю, Сергей. Отлично. Ну, в смысле, это позиция. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий. Да, Юрий, здрасте. Наверное, толкает немножко пробуще. Да, молодец, Юрий. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, приговор справедливый или несправедливый, правосудный, неправосудный, по ощущению. Да, прошу вас. По ощущению я считаю, что приговор несправедливый и неправосудный. То есть, вот с самого начала я считал, ну, как с юридическим образованием, да. То есть, все говорят, почему-то здесь не было убийства. Так, его и не было убийства. Ему и не квалифицировали убийство, да. Это 105-я статья. Да. То есть, ему квалифицировали причинение вреда. Да. Повлекшие смерть. Да. То есть, речи изначально не шло об убийстве. Все начали говорить какое-то непредумышленное и так далее. Не было убийства изначально. Было лишь причинение вреда здоровью, и так статья и звучит. Да. Повлекшие смерть, да, квалифицировали. Поэтому в данном случае, как вы правильно отметили, то есть, был человек жив, после удара Мерзаева он стал мертв. Да, ну, скажите, пожалуйста, что за неосторожное, что за вдруг такое вот квалификация, почему прокуратура в середине дела вдруг меняет и несколько раз меняла, пыталась менять. То есть, гособвинение, по существу, перестает его обвинять. В воздействии извне. В воздействии извне. Вы слышали судью Федина? Судья Федин сказал, что... Сейчас я вам прочитаю, но совсем неплохо. Он говорит, но это же, говорит, было преступление небольшой тяжести, говорит судья Федин. Я больше не мог дать. Преступление небольшой тяжести. Нет, если санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, это преступление небольшой тяжести. Но речь же о том, как квалифицировать. То есть, если квалифицировало следствие как убийца по неосторожности, то это, естественно, небольшой тяжести. Но это первопричина неправильная, то есть, квалификация неправильная. То есть, основа всегда в следствии, первое, что это квалификация деяния. И если квалификация деяния неправильной, то все остальные слова по неосторожности и так далее, это уже следствие неправильной квалификации. Поэтому я считаю, что изначально здесь была допущена ошибка. Это переквалификация в неосторожности. И при этом государство именно стремилось переквалифицировать. Внимание, это очень важно. Государство было... Государство? Прокуратура это государство? Да, да, да. Совершенно верно. Это госорганы. 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 И если брать субъективно, то я считаю, что на следствие было воздействие извне. Каким образом, понятия не имею, но прокуратура, когда идет на такие вещи, я просто в свое время работал... А вы, простите, вы связаны с юридической наукой. Скажите, пожалуйста, что такое по неосторожности? То, что я говорил, если я уронил... Да, 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 это вот то же самое. Если я уронил связку кирпичей на стройке, это убийство по неосторожности? Да. Причинение смерти по неосторожности. Таких, на самом деле, случаев не так много случается, но они бывают. Это именно связано с несоблюдением, может быть, техники безопасности и так далее. Но, тем не менее, это случай бывает нечасто. Да. Смерть по неосторожности, настаиваю, настаиваю в моем понимании. Я не юрист и в данном случае не представляю ни прокуратуру, никого, а мое гражданское сознание. Да. По моим сведениям, смерть по неосторожности, это как раз когда я случайно уронил. Либо не случайно, но не предусмотрел. Например, мы с Аножкой ссоримся, вот в кабинете у меня есть холодильник. Да. Я беру этот холодильник и в знак нашей ссоры выбрасываю в окно. Значит, я не знаю, есть там кто-то или нет. И вообще моя цель причинить вред холодильнику или, так сказать, доказать серьезность ссоры. Понятно, да? Да. А там внизу идет человек. Но я не знал, что он там идет, но мог предположить, что он там идет. То есть, если бы Мерзаев сказал бы «а-а-а» и стал махать руками, просто махать, как мельница, а кто-то по неосторожности бы шел и нарубился бы на эту руку, нарвался бы на эту руку, вот это была бы смерть по неосторожности, с моей точки зрения. То есть, он просто машет руками «а-а-а», танцует, например. Понимаешь? И кто-то раз и напоролся на руку. Эх, и елки! И тогда к Мерзаеву вопрос, старик, ну ты же знал, что у тебя рука смертоносная, ну че ж ты размахивал-то ими, понимаешь? Ну зря ты размахивал, видишь, и вот смотри, срубил парня. Нет, это не так, он ровно бил. Он ровно бил. Причем тут неосторожность, какая неосторожность? Он ровно бил. Но он не убивал? Нет. Он сорвал голову ему от шеи, оторвал голову, и человек, и стокилограммовый мужчина подлетел в воздух от удара. Но он не хотел его убить. Он не хотел убить? Ну при чем тут неосторожность, объясните? Вред здоровью, повлекшую смерть. Ну они же, ну прокуратура же ушла от этого обвинения. Он не знал, что этот умрет, в конце концов. Вот вам и неосторожность. Он бил? Нет. Как это нет? Неосторожность, если ты обронила цветок, горшок с геранью. Если бы он хотел убить, Сергей, если бы он хотел убить сразу с наодора, то... Да никто не говорит, что он хотел убить. Он применил смертельное оружие, свою руку, применил смертельное оружие. Хорошо. Пытаясь нанести ущерб. Он узнал о том, что он смертельное... Он пытался нанести ущерб или нет? Он пытался... Он пытался нанести ущерб. И больше того, у него получилось, у него получилось. Он пытался остановить. У него получилось, череп слетел с шеи, и 100-килограммовый мужчина подлетел в воздух. Неприятный для него разговор он пытался остановить. Значит, смотри, он пытался причинить ущерб. Таким образом у него это получилось, да? Он сорвал череп, и он подбросил 100-килограммового мужчину в воздух. Видно, как мужчина 100-килограммовый подлетает в воздух от удара. То есть это у него получилось. Какая неосторожность? Где тут неосторожность? Где неосторожность? Неосторожность, это ты обронила горшок с гиранью. Вот это неосторожность. Неосторожность. Ну, Сергей, ну... Значит, он причинил тяжкий вред здоровью. Да. А судим он по статье о нетяжком преступлении. Слушайте, он причинил тяжкий вред здоровью или нет? Да. Человек умер, да. Статья нетяжкая. А статья нетяжкая. Это непонятно мне как гражданину. Это мне как гражданину, я понять этого не могу. Но я хочу это понять, но я не могу. Ты понимаешь, что пока я этого не пойму, у меня с государством, с прокуратурой, у меня есть недопонимание. То есть, я не понимаю, что делает государство. Но я хотел бы понимать государство. Можно мне объяснить? Объясните мне, пожалуйста, что делает государство через минуту. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 9-14, а вы бы защищали свою девушку, пытается подменять 23-й. Понимаете, вот эти подмены, вот эти подмены, они полностью, полностью не имеют отношения к делу. Смотрите, защита девушки. Девушке угрожало что? Жизни девушки угрожало что? Девушку собирались убить? Дальше. Он был пьян. Это в особенности мусульмане пишут. Он был пьян по этому, и отсюда выходит, что его можно было убивать, я спрашиваю. Это тоже подмена. Понимаете? Значит, я хочу вам сказать следующее. Что человек, знающий точно, что он чемпион мира, вселенной, чего угодно, знающий точно, что такое его удар, знающий точно, да, подбрасывает 100-килограммового мужчину ударом, подбрасывает в воздух. У того там проблема, там череп отрывается от шеи, или что-то такое, срывается основание черепа, что-то такое в этот момент, да. Этот человек, знающий, что его удар означает, по существу стреляет в человек. Я бы приравнивал это к выстрелу. Просто к выстрелу, да? Да. Значит, давайте так. Защищать девушку, если ты знаешь, что твой удар есть выстрел, убийством любого человека, который к ней кадрится, убийством человека, который к ней кадрится, это неправильно. Он не хотел его убить, он не знал, что его удар такой. Он нанёс удар, он не знал, что его удар такой. Настя, 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 он не знал, что его удар такой. Скажи, пожалуйста, а его профессия какая? Он на почте работает языком марки клеит? Нет. Этот человек ровно ударами работает. Это его работа. Как он может не знать, что такое его удар? Вот я вам привела пример. Представь себе, что ты по 5 часов в сутки тренируешься, а именно ударяешь. Ты ударяешь, бьешь. Настя, ты бьешь 5 часов в сутки. А другой человек работает на почте, языком марки клеит. Значит, скажи мне, пожалуйста, который из них не знает, что такое его удар? Слушайте, откуда я знаю, чем занимается второй? Клеит ли он марки или он тоже ударяет? Не знаю, мы не знаем. Откуда я знаю? Я знаю. Я тебе дал пример чистый, а ты пытаешься сейчас искользить. Вот он нарывается. Нет, я тебе дал чистый пример. Почему я не могу дать ему в торец, говоря таким простым языком, если он нарывается? Ну, в моей системе координаты, разумеется. Другой бы не дал. Далкни ключицу. Ударь ключицу, сломай ключицу. Сломай ключицу. Сейчас легко рассуждать. Сломай ребро. Сломай ребро. Сломай три ребра. Как это? А вдруг сердце остановится? Ну что вы? Сломай нижние ребра. Пусть желудок остановится. Легкие. Сломай ребро. Ну зачем же ты срываешь череп с шеей? Легкие кровотечные смерти. Нет, нельзя. Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Бить в ребра. Надо ударить человека, который играет с игрушечной машинкой. Надо ударить с точки зрения твоей, Настя. Да. Потому что вопросы чести выше всего. Он нарывается. Да, он нарывается. Не надо ездить с игрушечной машинкой и говорить, я кадрю твою девушку. Нельзя такого говорить. Закадрю, не надо говорить. И тебя закадрю. Ну и что дальше? Ну и дальше что? Ну закадри. Ну закадри. Дальше что? Так он так и сказал. Ну закадри. Ну закадрю. Ну закадрю. Еще дальше. Ну закадрю все по морде. Ну. Что они в этом самом клубе, что ли, в каком-то пэров? Что они должны обязательно словесную перепалку продолжать? Человек точно понимает, что такое его удар. Не уводи меня, пожалуйста. Отдождите. Человек точно понимает, что такое его удар. Я не знаю. Точно понимает. Он же не пендаля ему по жопе дал. Он же не пендаля дал по жопе. Он же мог подойти и дать ему по жопе просто. Сказать, шел вон. Кто-то бы вернулся лицом обязательно. Сказать, шел вон. Можно по ноге ударить ногой. Неважно, синяк сделать. Гематому. Гематому можно сделать. Ударить по ноге ногой. Есть символичность пощечин. Есть символичность отрывающих голову. Да, да, да. Есть символичность. Пожалуйста, здесь не спекулируй. Я не могу одно и то же повторять полчаса. Он оторвал ему голову, сорвал. Там основание черепа сдвинулось. Мы не знаем, оно сдвинулось после падения или во время удара. А падение было в связи с чем? Ты не представляешь... Ну не становишь же ты на эту тупую позицию, что он сам ходил и падал. Тогда асфальт виноват. Тогда асфальт виноват. Нет, асфальт виноват, правильно? А если бы там была пуховая пирина, пирина не была бы виновата. Не было бы угла. А зачем он падал? Объясни мне. Для чего падал Агафонов? Объясни. А я тебе объясню. Потому что его подбросил ударом Мерзаев, подбросил в воздух. Теперь только не плети мне ахинею, что асфальт виноват. Пожалуйста. А ножка, ну включи мозг. Его ударили, он упал. Здесь же начинается. Виноват упал, а не виноват Мерзаев. Слушай, я завтра выйду и обзовусь в каком-нибудь, не знаю, конфликте дорожном условно. Давай, давай, не прерывай, не прерывай, не прерывай. Но ты же сейчас пытаешься сдвинуть все это дело. Нет, хорошо. Я тебе понимаю, я пытаюсь настоять на том, что он знал силу своего удара. Ты 20 минут виляешь мне вокруг и до около, Настя. Он знал силу своего удара, Настя. Я не знаю, что такое знать силу своего удара. Настя, я знаю силу своего удара. Если я два раза в неделю тренировался по боксу, я точно понимал, точно видел, по груши бил, точно знал. Точно, понятно? Точно. Ну не надо мне рассказывать, что я бью и не понимаю, что я делаю. Ну зачем же ты мне объясняешь это? Ну что же это за детский сад-то, а? Да я... Хорошо. Он точно понимал силу своего удара. Хорошо. Точно. И точно понимая силу своего удара, он ударил так, что оторвал голову человеку. Оторвал голову. Ну потому что она сместилась, там основание черепа сместилось. Она сместилась после того, как он упал, Сергей. Ну есть разница же. Он подбросил 100-килограммового мужчину в воздух. Это видно на видео. Он подбросил его 100-килограммового гударом в голову, и голова сорвалась. Понятно тебе или нет? Ты что, не понимаешь это? Ты надо этим собираешься мне 3 часа спорить, что ли? Нет, оторвал голову. Хорошо. Ну ты можешь остановиться, наконец. Оторвал голову ударом, да. Оторвал голову ударом. Дальше. Он понимал силу своего удара. Он тренируется каждый день. Хорошо. Он чемпион всего этого. Да. Чемпион этого, да. Значит, ты сейчас защищаешь право убивать любого, право убивать любого, кто тебе не понравился. Настя. Это случайность. Да, если ты будешь нарываться, ходить, ты можешь нарваться на чемпиона, который тебе оторвет голову, да. Поэтому не надо вести себя по-хамски. Вот мой вывод. Потому что ты можешь стать жертвой. В ответ на хамское поведение тебя могут грохнуть. Да, такое возможно. Теперь внимание. Теперь внимание. В жизни такое возможно, и ты можешь рассказать это сыну, и правильно сделаешь. Правильно сделаешь. Да. И я так расскажу сыну. Да. Это правильно. С точки зрения житейской мудрости. Да, конечно. Но ни хрена это не правосудно. После того, как убили, объявлять, пойми ты, ну пойми ты, ну это не правосудие объяснять сыну, сын, не нарывайся, а то тебя грохнут. Да. Это правильно. Это правильно. А вот объяснять, что так и государство должно делать, квалифицируя такой смертельный удар, государство квалифицировало смертельный удар, смертельный удар, как неосторожность. Ну это абсурд. Ну для меня, послушай меня, я должен достичь понимания собственным государством. Я хочу понимать, что делает мое государство. Ты понимаешь меня или нет? Да. Я не понимаю, что делает мое государство. Нет, не понимаю. Нет, я стараюсь, но я не понимаю. Я стараюсь, я хочу, потому что я здесь, я здесь, и мне неловко жить в системе. Как раз это редкий случай, когда государство очень объяснимо себя. Неправильно. Неосторожность. Это не было неосторожностью. Это было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего в смерть. Сейчас судья выходит, судья выходит, Федин, и говорит, ребята, но это не тяжкое преступление. Это не тяжкое преступление. Поэтому больше двух я не мог дать. По-любому. Преступление не тяжкое. Понятно? Значит, притиение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, что бы он перед этим ни делал. Это не тяжкое преступление. Нет, не тяжкое. Но я не понимаю свое государство. Ты это понимаешь или нет? Ну, я вам много примеров таких могу привести. Здесь совершенно непонятно. Когда группа подростков убивает несколько, насилует, убивает несколько девочек и закапывает в лесу рядом. И они живут в этом поселке. И через 10 лет выясняют, что это бы сделали они. Их отпускают, потому что все. А их даже, они не сидят. Не то, что их, а их даже не судят. Все, время вышло, а они там дальше живут. Через минуту вернемся. Это нормально? Подъем. Так, давайте, давайте, давайте говорить по делу. Давайте, объясните мне, пожалуйста, чтобы я, 29% есть у нас, которые считают, что приговор правосудный. Мне, пожалуйста, объясните, дураку. Я пойду счастливый, улыбающийся, напьюсь от счастья. Давайте, расскажите мне. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Конечно, власть убивается одного, неправосудимцы, тотальные коррупции, чтобы власть возненавидели. Да, 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 да. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, Руси, так далее, да, мы знаем. Это, сам, сейчас что-нибудь такое, хрень какую-то полощет наш излюбленный Олег. Излюбленный Олег, да. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Здравствуйте, Сергей. Ну, вы забываете, что хоть он и был 100-килограммовый, но он тоже там же занимался. Какое это имеет отношение? Какое имеет отношение? Я спрашиваю вас. И он был в компании. Если бы он не ударил так сильно, компания влезла бы в этот раз. Нет, 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 послушайте меня, послушайте меня, давайте, давайте говорить юридически. Мы не говорим, Агафонов хороший или плохой. Мы не говорим, я не мог, я вам еще раз говорю, Агафонов с моей точки зрения имбецил был, да, о трупах так не надо говорить, но я вам говорю. Я никогда не пристаю к бабам, которые стоят с мужчиной. Вот я никогда. Да, 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 вот просто мимо прохожу и все. И даже взглядом не надо, неосторожным обижать, потому что бабу с мужчиной, не надо лезть. Все, проехали, товарищи. Теперь вы мне скажите, был живой человек, стал труп. От того, что он хам, его надо было убить, что ли, по-вашему? Но он не хотел его убивать, это однозначно. Он нанес удар, там срыв основания черепа. Ну что вы мне, ну что, я маленький идиотик, что нужно, умер человек, короче. Да, нанес, ну. Да вы, слушайте, я имею дело с компанией душевнобольных. Мама. Вот Сергей пишет, на что ножка не люблю, но тут одна права, на все сто, так как, не знаешь, попасть мог любой. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Да. Алло, здравствуйте, Сергей. Только не говорите, что Агафонов плохой, это я сам знаю, но какое это имеет отношение к убийству? Да. Нет, я хочу сказать, что, скорее всего, удар был, ну, еще с такой силой, чтобы поразить Агафонову с первого раза. Ну и что? Ну, значит, это, это менее тяжкое преступление, это не тяжкое преступление, объясняет судья. Судья объяснил. Нет, ну все сделали на стадии следствия, запутали кучу экспертиз, и поэтому пришли к выводу, что он не сильно виноват. Судья говорит, судья, это не тяжкое преступление, судить, собственно, не за что. Он говорит, я дал по потолок, максимум, максимум, это не тяжкое преступление, преступления тяжкого не было. Был живой человек, стал труп. Это нормальное, не тяжкое преступление. Вы понимаете меня или нет? Я вот... Ну, я пытаюсь понять, я пытаюсь понять свое государство. Ребят, больше ничего мне не надо. Мне надо в мире жить с государством. Ну, как это? Ну, понятно, да? Я же собираюсь где-то когда-то пойти с гранатой под танк фашистский. Для этого мне надо понимать, что мое государство право. Но я вот сейчас не понимаю. Алло, здравствуйте. Хочу понять при этом. Здравствуйте. Да, добрый утром. Здравствуйте. Если привести пример из биологии, то сильная обезьяна теперь будет понимать, что может вивать более слабую себе подобную. И за это ее не треснут палкой по голове. Давайте переведем прямо сразу на Антропос. Антропос. Перейдем на людей. Значит, более сильный человек имеет право убивать. А более сильный? Там был Агафонов. Да, я куда-то подтверждает именно эту точку зрения. Он был выше и массы больше. И с точки зрения вот общеславительских... Настя, как вас зовут? Как вас зовут? Алексей. Алексей, слушайте, вы слышите? Вы слышите? 40 минут подряд Аножка пытается вернуть... Нет, Аножка пытается 40 минут подряд говорить, что раз он плохой, его надо убить. Аножка. Ну ты думаешь, что ты сейчас говоришь? Ну ты подумай, что ты говоришь. Ты пещерная женщина. Я не говорю, что его надо убить. Ни в коем случае. Ты сказала, он плохой. Трагедия. Это несчастье ужасное. Он плохой и, следовательно, его надо убить. Ну я, ну ребята, вы, вы откуда вы вылезли? Ребят, вы что, ребят? Значит, будет побеждать. Я говорю, если с вашей позиции, значит, ты Гафонов должен победить. И все, что я говорю, пытаюсь опровергнуть. Настя, мы пытаемся быть людьми 20-го или хотя бы 20-го. Не 21-го. До 21-го, Настя, мы не доросли до 21-го. Ну давай 20-го хотя бы века быть людьми. Давайте. Давайте мы не будем ссориться. Есть смерть. Давайте мы не будем ругаться. Я не понял, все, кто ссорится, надо убивать. Нет, нет, давайте мы не будем ругаться. То есть для тебя человеческая жизнь. Я могу себе представить, что в состоянии ссоры, когда человек находится в состоянии ссоры или аффекта, что он может подойти и ударить. Но ты же не Теодор Драйзер. Ты же не роман пишешь, что ты сейчас несешь. И даже кто-то может умереть. Это ужасно. Но ты же не роман пишешь, ты же о живом человеке убитом говоришь. Да. Ну как же ты это можешь... Ты же книгу писала бы, я бы тебя понял. Но ты говоришь, живой человек был, а стал неживой. И это менее тяжкое преступление. Я переживаю тоже. Взять, судья объясняет, это не тяжкое преступление. Что человек был, не стал. Нет, человек был, но его не стало. Но преступление это не тяжкое. Нет, не тяжкое. Настя, я хочу помириться сам. Хочу помириться с миром. Я хочу жить в мире, понимая, что такое есть Российская Федерация. Я хочу понимать, что такое есть Российская Федерация. Потому что я ее солдат. Я под танк поползу с гранатой. Ты понимаешь про меня или нет? Да. Но я ее не понимаю, Российскую Федерацию, не понимаю. Был живой человек, стал мертвый. Мне говорят, он был потому, что плохой. Но я не понимаю, это не правосудие, что он был плохой. Понятно? Мусульмане еще пишут, а он был пьяный. Значит, надо убить. Значит, надо убить. Раз он был пьяный, надо убить. Раз он был хам, надо убить. Раз он был плохой, надо убить. Ребята, вы звери. Поехали, новости. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Обзор печати. Так, у нас, ну, конечно, по делу Мерзаева очень много публикаций, но мы только что об этом деле говорили. Я просто скажу, да, что вот журналисты присутствовали на оглашении приговора вчера, и, собственно, фотографии с зала суда и всякие свидетельства о том, что подкрики позор ему, снимали наручники прямо в зале ему ограничение передвижения, ограничение свободы на два года присудили. В общем, смотрите в любой газете абсолютно. Кроме того, ну, вот этот патруль несанкционированный казачий, они причем пригласили с собой журналистов и пошли лотошников там собирать по улице рядом с вокзалом. Действительно успешно разогнали нескольких человек, но московское правительство потом заявляло, что это все было несанкционировано, незаконно. Но вообще скоро законные совершенно патрули появятся на Тверской в других общественных местах. Елена Скрынник тоже еще одна из тем сегодняшних. Она в Комсомолке дает свое развернутое, относительно развернутое интервью. И в ответ на программу, которая вчера вышла, разоблачительно совершенно вечером на каком-то из телеканалов, по поводу того, что там вот при Скрыннике 39 миллиардов рублей было украдено, уведено куда-то, она рассказывает конкретно про эти 39 миллиардов, это задолженность, которая есть у, оказывается, как она говорит, это на самом деле, крестьяне должны государству, и вообще у нас все крестьяне в уголовных делах, и вообще она была просто счетоводом, а в совете директоров сидел Зубков, который, кстати, был против назначения Скрынника, говорят, очень хотел другого какого-то своего человека на ее место. И она говорит, что Зубкову за все это отвечать, и не ей. А сейчас она на самом деле находится, говорят, во Франции, и вообще она комментарий свой к комсомолке давала по телефону, у нее же двойня родилась, и, то есть вот сейчас ей 51, и вот у нее два мальчика, а еще ведь накануне, то есть несколько лет назад у нее была еще одна двойня. Так что вот такие обстоятельства, такая история, но подробнее, как я сказала, либо на сайте kp.ru, либо в самой газете. Каких утечек боится элита? Это сегодняшние аргументы и факты. Кто у нас практикует семейный подряд? И тут такие, как сказать, ну, коллажи, да, что ли, с портретами. Фродков Михаил, например, да, ну мы все знаем. Петр, сын Фродков, говорит, вот, знаете, смотришь на фотографии, копия папы, прям даже как-то не по себе становится. Ему 34 года всего, а он уже на папу так похож. Гендиректор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. А еще у него есть сын Павел Фродков, и он замглавы Росимущества. Сергей Иванов приводит его в пример. Александр Иванов 35 лет, зампред в Нишкановом банке, а Сергей Иванов младше, ему 32, он председатель правления страховой группы САГАС. Валентина Матвиенко мать, как мы все знаем, и у нее есть сын Сергей, ему 39, и он глава ВТБ Девелопмент, дочерней фирмы группы ВТБ на 75%, которая принадлежит государству. Про Сергея Шойгу даже рассказали, про нашего, можно сказать, любимца. У него есть брат, и он министр обороны. Ой, то есть нет, не он министр, он обороны, а у нее есть сестра. Подождите, нет, нет, нет. У него есть сестра Лариса Шойгу. Да, сестра министра обороны, она депутат Госдумы. Вот я не знала, кстати, об этом никогда. Вот ее даже есть фотографии. Ну, а то, что его дочь Юлия возглавляет Центр экстренной помощи психологической МЧС РФ, это, в принципе, мы и так знали. Татьяна Голикова с мужем Христенко, Николай Меркушин, губернатор Самарской области, эксглава Мордовии, и Алексей Меркушин, его сын, ему 34, он вице-премьер правительства Мордовии, Евгений Муров, ну и так далее. В общем, кому интересно, смотрите, потому что это все тянется от Сердюкова. Про Сердюкова, кстати, новый эпизод очередной, об этом коммерсант пишет, и, по-моему, больше это никому не интересно уже. Кроме того, хотела обратить внимание на статью в «Известиях» Алины Кабаевой. Я вот, не знаю, давно читаю газеты, не обращала внимания, чтобы Алина Кабаева писала. Я прочитал эту статью. А тут есть. Я прочитал эту статью, и там в последнем, самые эмоции в последнем, значит, абзаце, а фактура в предпоследнем, что надо скрывать имена детей потерпевших. Ну, это, наверное, правильно? Нет, это совершенно правильно. Это они сейчас, у них инициатива в Госдуме. Другое дело, что она очень спорную вещь, очень спорную вещь говорит, что телевидение должно быть без жестокости. Вот это очень спорная вещь. Потому что я настаиваю, телевидение должно быть с жестокостью. И, конечно, все народные сказки абсолютно жестокие. И вообще ребенок не будет слушать хрень без каннибализма. Вот ты что-то видела, писала сама. Я вообще не знаю сказку без каннибализма, которая была бы интересной. Писала сама. Да мне хоть одну сказку без каннибализма, которая при этом была бы интересной. Сходу? Ну, старые, древние сказки. Только древние. Не надо мне Винни-Пуха, пожалуйста. Без каннибализма. Винни-Пух, там трансгердерность. Ты знаешь, что Винни-Пух женщина, да? Нет, там женщина... Трансгендерность. Винни, это медведица была в лондонском зоопарке. Это женщина. Винни, женщина, да. Это я читала про то, что... Имя женское Винни. Это была медведица в лондонском зоопарке. Поэтому Винни-Пух это трансгендер. Это женщина с пришитой пиписькой. Да, абсолютно верно. Значит, но дай мне, пожалуйста, из древних сказок хоть одну без каннибализма. Просто дай мне одну без каннибализма. Пожалуйста. Значит, когда она влезает в ушко коровью. Соломенная шляпа с дидзюсамами. Японскую сказку могу вам вспомнить. И там чего? Там, где там каннибализм. Ну, там жили бы старец с порухой. И что они? А у них не было детей. Они мизинчика мальчика себе забили. Нет, там, кстати, тоже. Вот насчет мальчиков-мизинчиков в японской традиции тоже есть. Это фаллический символ. Серьезно? Ну, какая же еще? Никогда не думала. Ну, здрасте. А какой же ты? Ну, и что? Как и говорилось с пальчиком. Ну, неважно, сравнивало. Неважно. А вот они жили, и у них не было совсем к Новому году угощения. Они решили сплести соломенный шляп, продать и купить угощение. Съесть человека и так далее. Нет. Клянусь, ну что? Пять, что шляп связали. Значит, я с Кабаевой согласен в том, что нельзя действительно жертв насилия детей без их согласия фамилии публиковать. Согласен. Но то, что детские сказки могут быть без каннибализма, я не согласен. Да. Вот видите, моя сказка меня заинтересовала. Именно перверсия. В сказках себя перверсия, когда страшная перверсия. Крошечка-хаврошечка залезает в ухо корове. Прикиньте, что это может означать на деле. Что твой ребенок засунет в ухо корове палку, потому что сюда поместилась крошечка-хаврошечка, то уж как-нибудь палка точно поместится. Это нормально истязать животных? Нет. А там все стоит на каннибализме и зверствах, самых страшных и чудовищных. Все детские сказки есть абсолютно из зверства. Понятно? Да. Здесь я с Кабаевой не согласен. Поэтому дети вообще без каннибализма слушать не станут. Серьезно. Все, поехали дальше. Подъем. Русские сказки в переводе полны трансгендерных извращений. О чем ты мне сейчас говоришь? Пожалуйста, ты говоришь со специалистом. Слушатель просто вообще ничего не знает. Прислушатель, прислушайтесь, если вы слушатель, если у вас здесь уши, то пожалуйста прислушайтесь. Багира, например, Пантера Багира, пишется по-английски с H на конце. Багирах. Багирах, конечно. Конечно, Пантера Багира, это мужчина. Это Багирах. Понятно? Ну все, как Абдуллах. Я в этом не вижу. Понятно? Все, это какой-то. Багирах. Это мужчина. А Винни женщина, и вся была женщина. Винни-Пух это женщина, это медведица. Была в то время, жила в то время, когда писалась эта вещь. Медведица Винни в лондонском зоопарке, это женщина. Винни-Пух женщина, понятно, с пришитой пипийской, трансгендер. А Багирах, Багирах, это, значит, и так далее. Это мужчина, это хорошо известно. Ну что, ребят, ну а что вы говорите, извращение на извращение, всегда так было. А что вы говорите? Ну пока вы нам не сказали, мы не сказали. Пожалуйста, ну пожалуйста, но как-то не знала. Ты сейчас начнешь читать, ребенку-то скажи, это Винни-Пух женщина, просто честно скажи, абсолютно. И поэтому понятно, чего она клеится к кролику. Вот уж, я бы еще к поросенку поняла, но по кролику, Сергей, она не кролится к кролику, она не кролится к кролику, она совершенно... Она кролится, и в их взаимных отношениях все время фигурирует морковка. А поросенок, тогда на каком месте? Поросенок побертат, он еще не готов к совокуплению, а кролик готов, поэтому кролик показывает морковку в медведице Винни постоянно, имея в виду что? Винни-Винни, пойдем домой. Ладно, хватит, слушай, хватит, надо вами издеваться, правда же? Да. Хватит, надо вами издеваться, или вы хотите еще? Я могу добавить, нет проблем. Слушайте, значит, казачий патруль ходил, вот это издевательство красивое. Казачий патруль ходил по этой самой, взад-вперед, по белорусской, давал интервью. Тебе понравилось? Ну, как вам сказать? Ну, там очень критично, наслойные журналисты. Значит, я ориентируюсь на Адагамова, я ориентируюсь на Адагамова, потому что Адагамов ходил за ними и дал исчерпывающий отчет. Значит, они ходили взад-вперед, делали нетрезвые лица все время при этом. Там один мужик и Мамонов похож. Давали интервью непрерывно, а? Да, Мамонов там был точно переодет, как кажется. Ну, слушай, значит, они постоянно давали интервью, надавали интервью, потом поплелись часть все-таки в метро, часть продолжала давать интервью. Потом они, значит, очень смешно, они потом прогнали нищенку. Ну, это так положено у христиан, насколько я понимаю, нищенки дать по жопе хорошенечко, правильно? Нечего просить. Почему-то ее цыгане поставили, как известно. Да, элементы. Элементы или цыгане. Значит, ее прогнали нищенку казаки. Вот. Знал бы об этом Христос, ну хорошо. Ну, что он умер. Ну вот, слушай. Значит, после этого, это самое, они прогнали бабку с грибами. Бабка, причитая, унеслась, крича, что у нее пенсия 3000, я думаю, врет. Но неважно. Правильно прогнали бабку с грибами. Она тоже почти полунищая, и, естественно, надо было ее прогнать. Нехали на бабке торговать с сушеными грибами. Неизвестно, откуда эти грибы. Вот именно что. Небось, собирала своими мозолистыми, с артрозными пальцами, там, чистила их, сушила. Подтрипать ее. Мразь такая. Творюга, да. Они ей дали хорошенечко прикурить. Молодцы казаки. Вот. Потом, значит, еще они... Забрали себе трикотаж. Трикотаж. Вот это я не могу понять. Зачем они забрали трикотаж? Вот это другой рассказывает, что они загрузили в свой автобус трикотаж и уехали? Да. Ну, прикинь, как это смешно. Пустой прилавок на улице остался с тележной. Они взяли... Нет, слышишь, их подвел кто-то из ментов, если я правильно понимаю, к прилавку. Да. И, говорит, вот эти, говорит, торгуют незаконно. М-м. Казаки собрали, вот, потом патруль, я читаю, потом патруль налетел на бабулю, стоявшую со связкой сушеных грибов. Та, завидев фуражку, тут же собиралась, причитая, что ей 80 лет и пенсия 3000. Врет, мразь. Врет. Правильно казаки сделали. Правильно. Уничтожать бабуль. Потом закрыла лицо рукой, заплакала и убежала, волоча свою сумку. Заплакала и в слезах ушла. Да. Казачество, казачество навело порядок. Слава тебе, господа, молодцы. Вот молодцы. Бабку урезонили. Все правильно. Победили. Победа. Теперь есть накоплательница. Нет, еще. Харун же помогает грузить товар в автобус. То есть, они прибрали товар. Да, прибрали. Варежки. Варежки, что ли, и что еще? Женские варежки. Ну, все-таки, там, носочки, наверное, какие-то. Женские варежки. Угрюмая продавщица собирает все свои нехитрые пожитки и жалуется в полголоса. Десять лет здесь торгую, всем плачу. Никогда никто не приставал. Женщина понимает, что стала жертвой шоу с ряжеными. Надо было показать, что казаки занимаются... Да, но они собрали ее пластиковые огромные полосатые сумки в свой автобус и увезли нафиг. То есть, это непонятно. Ну, они честные люди. А это теперь трофей, что ли? Ну, как вам сказать? Казачий трофей? Да нет. Ну, наверное, они хозяину отвезли, поскольку они... А теперь им надлежит познакомиться со всеми хозяевами точек на Белорусском вокзале. Забив сумками... Казаки с трудом влезают в него и уезжают. Концерт окончен, всем спасибо. То есть, полный автобус трикотажа, куда пошел? Ребята, кто знает, куда пошел полный автобус трикотажа? Потому что казаки увезли куда-то полный автобус трикотажа. Алло, здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте. Вы присутствовали там? Или знаете, куда пошел автобус трикотажа? Алло? Алло, шепчите как-то внятнее, пожалуйста Алло, алло Да-да, ну вы не говорите, это... Серёж Вы преднамерены? Да, Петя, Коля, да, Коля, что, Коля? Брат Коля, что? Что, Коля, что? Серёж, 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 я с тобой пил на Бродершафт, Серёж Серёж, ку-ку, Петя, 788-107-0, алло, здравствуйте Алло, Сергей, добрый день, Валерий Здравствуйте, да, здравствуйте, Валерий Некоторое время назад в Третьяковке висела квартира, казаки едут в Тиармарск Ну, наверное, за 150 лет ничего не поменял И что, ну напомните, пожалуйста, я только о пришествии Христа народа Иванова помню в Третьяковке Я давно был в Третьяковке, вы знаете? Такая лошадь в яблоках, полная телега полупьяных с чубами мужиков погоняющих от лошади Сзади циклы, арбузы всякие, мешки там непонятно Я почти убеждён, что тогда им приходилось покупать Да? Да, я думаю, да Потому что вот тогда казачка, которая крадла, они же казаки сидели по своим районам В Москве их как раз стаскивали с коней, если помните, 905-й год и площадь 905-й год Вы будете смеяться? Они в своих регионах, и там казачка могла и в бубен заметелить, конечно, конечно, спасибо Я набрала в гугле, казаки едут на ярмарку, мне только одна единственная картина С ярмарки, ты перепутала Казаки едут с ярмарки Я набрала, нет такого точного названия, нет, зато есть евреи едут на ярмарку, казаки спрашивают про дорогу Есть такая картина, пожалуйста Покажи, пожалуйста, гни мне, пожалуйста Есть такая картина Казаки спрашивают про дорогу евреев Есть такая картина Это Ронска Юзеф Бранд Юзеф Бранд, найди мне, пожалуйста, автора вдобавок То есть казаки, послушайте, с Настей, с Настей всегда попадала, она все проверяет Она тотчас проверила И казаки едут с ярмарки по названию, во всяком случае, никакой картины не выходит Нет, нет Ну, название, скорее всего, другое А вот евреи едут с ярмарку, и казаки спрашивают дорогу А, это отдельно, казаки спрашивают дорогу Это, видимо, другая, а да, это другая картина Да, да, здравствуйте, здравствуйте Они, наверное, уже на Казацком торгуют На Казацком? А что, специальный Казацкий рынок? Ну, Казанский вокзал А, на Казанском На Казанском, спасибо за шутку Слушайте, на 9.50 звоним на биржу Подъем Фондовый рынок Прогнозы и комментарии Фондовый рынок Вот я сейчас забручусь, я в 10 вам прочитаю про Винни Пуха Все, сейчас пока, фондовый рынок Алло, Лев, быстрого, Лев, здравствуйте Доброе утро Лев, вы знаете, что Винни Пух женщина? Ну, в смысле, в действительности А Багир, Багир, это великий воин, Багирах Это, ну, вот то, что Багир, а у нас женщина, на самом деле мужчина Ну, не важно Ну, это действительно новость Ну, как, что значит новость? Мы выращиваем детей на трансгендерной литературе Куда смотрят Милонов, вообще не понимаю Да, прошу вас Ну, действительно, ну, российский рынок, он немного все-таки далек от таких новостей Сейчас пока что у нас все смотрит вниз У нас днем вчера настроение изменилось и довольно-таки резко И вечером в целом продажи продолжились В принципе, вот индекс МВБ опустился до уровня 1395 А индекс РТС 1416 пунктов И в целом сегодня все говорит пока что за то, что продажи Хотя и на очень небольших оборотах, наверное, как сравнимых со вчерашними Будут продолжаться Слушайте, неумные люди, нет, неумные люди Вчера поменяли доллары Например, я просто привожу пример А сегодня доллар дорожает, но мне уже нечего менять, ку-ку Вот так Ну, в принципе, он может дальше продолжить восходящее движение 1.29.23, доллар растет, товарищи Погнали дальше Спасибо, Лев Погнали дальше Подъем Подъем с Сергеем Даренко На русской службе новостей Единая электронная торговая площадка Госзакупки Я Андрей Кашутин Андрей, здравствуйте, как поживаете? Добрый день, Сергей Здравствуйте, здравствуйте Ну, у нас, в общем, стабильно высокая сейчас планка По адресам, размещаемым лотам 200 Да, 207 сейчас Да То есть мы там где-то 10 миллиардов раздали И где-то на 17 миллиардов поднялись Да Вот буквально за один день Самые интересные лоты сегодня В Санкт-Петербурге Нужно с порождением автоматизированной информационной системы Запись актов гражданского состояния На 10 миллионов рублей А адресамотирование подъездов солнца в Москве Нужно на 9 миллионов Бензин, опять же, в управлении ВД по Санкт-Петербургу Иленобласти на 2,9 миллиона рублей Да Поставить и установить телевизоры в санатории Сочи Управдываем президента на 2,9 миллиона И расходы материала и комплектующие Для унитарного предприятия Топливный энергетический комплекс Опять же, Санкт-Петербурга На 5,2 миллиона рублей Ой, как хорошо Спасибо вам большое Это был Андрей Кашутин Единая электронная торговая площадка Гоним дальше В движении В движении, в движении, в движении Так, секундочку В движении у нас вот что У нас Ленинградка очень тугая 4 аварии Ленинградка на въезд до Сокола очень плохо На Волоколамке в середине проблемы И еще, еще, еще Шоссе энтузиастов сегодня Коллекционно отвратительно Хуже обычного, немножко хуже обычного проспект мира Все остальное нормально, ребят Нормально Едем, Калушка до этого газопровода Плохо, потом начинает ехать До этого вашего газопровода 7-8-8-107-0 В движении Где едете? Что видите? Сейчас, смотрите, этот человек звонит из Хьюстона Я знаю Здравствуйте, вы из Хьюстона Здравствуйте Опять из Хьюстона звонит Да, так скажите Как вы можете рассказать мне о движении И находясь в Хьюстоне? У нас есть нехорошее движение Полночь, тишина Тишина И движение хорошее Летит ковбой в шляпе какой-то По поводу Нет, в случае По поводу Мы не можем менять рубрику Простите, мы не можем менять рубрику У нас рубрика в движении сейчас Спасибо 7-8-8-107-0 Алло, здравствуйте Да, здравствуйте В движении Здравствуйте Въезд с Амкада внешнего На Каширку мертвый вообще Серьезно? Ну там, да, видите Я не обратил внимания Сейчас посмотрю Спасибо 7-8-8-107-0 7-8-8-107-0 Алло, здравствуйте Доброе утро, Евгений Здравствуйте, Евгений, где вы? Каширка из области в центр Стоит на выход Амкада Въезд с внутреннего Амкада на Каширку Область тоже И смотрите, из внешнего Амкада въезд на Каширку тоже проблема В Ясеневе транспортный коллапс с 8 утра Пишет 95-й Авария на Амкаде внутреннем Через 1 километр после Киевки Внутренний после Киевки В левом ряду Стояк полный, гайца на месте Благо, надо только дорогу перейти Я по внешнему приблизился к кошмару Рассказывает 60-й 7-8-8-107-0 Итак, 1 километр после Киевки В левом ряду На внутреннем Амкаде авария, ребята Осторожно 7-8-8-107-0 Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Да, здравствуйте Марат Выезд с Одинцова на Минку Очень ужасный Кто еще не свернул на эти переезды Пусть едет через лесной городок Спасибо, спасибо Дайте посмотреть Я не вижу, где Слушайте А, ну да, выезд плохой Но смотрите-ка Смотрите-ка, сама Минка Проблема только перед Баковкой Потом более-менее нормально То есть не Там ДТП у вас Там у вас ДТП Сейчас я скажу, где Не у той ли заправки Которая Сейчас посмотрю, простите Мамонова Вот здесь вот В Баковке Два ДТП На выезд из Одинцова А потом В общем, неплохо, ребят Там два ДТП Просто там где заправка Вот эта вот Какая-то такая полугосударственная Когда хрень там есть Алло, здравствуйте Да, здравствуйте Да, добрый день Сергей Да, здравствуйте Путавали, да Который после Ленинского держит А зато вот потом Как летит А вот на Риге Буквально за 10 минут Да, спасибо Через километр после Киевки На внутреннем Каде Авария, которая всех держит А потом все летит До Риге За 10 минут Расскажет нас слушатель Спорт Сережа, пастушок Поиграй Рай, поиграй Рай, мой друг, Сережа Себе Время Рай Рожжет 10 часов 4 минуты Среда 28 ноября Здравствуй, великий город Здравствуйте Все Это Русская служба Новостей Анастасия Анастасия Ножка Ведущая программа Здравствуйте, Настя Здравствуйте Слушайте, это сколько же телевизоров Можно купить за 2,5 миллиона рублей Если в целом Очень хорошие стоят 12-15 тысяч Пишет Руслан Это касается закупок Электропоезда 6308 6508 Другие Можайского направления В сторону Москвы Стояли более часа Справку о задержке получал 40 минут Просьба к юристам подсказать Это пишет 27-й Хочу систему предотвращения Столкновений Вольво Чтобы не врезаться в пробки Если усну Говорит Сергей Заденцова Вот это и то же искусство Ехать в пробки И смотреть кино И отправлять СМС И все это и не врезаться Сергей, нормально? Где б те казаки без евреев были Говорит 207-й По мотивам картины А кстати Действительно У меня есть один У меня есть один очень хороший знакомый Аркадий Михайлович Который убежден Что казаки все время были на войне А казачки были страстными То есть с кем они были страстными? Они были страстными А все время были евреи Там все время всюду Поэтому вот Аркадий Михайлович Аркадий Михайлович говорит Что уже во втором поколении Казаки сплошь Сплошь безусловно Евреи, конечно Конечно Это видно по их ярости И как это такой вот Какой-то такой южности Я бы сказал Откуда они берут южность, интересно, не от турок? А я слышала версию про турков, которые в отсутствии заходили с тыла. Как это можно? Турки враги. А евреи все время сновали туда-сюда, туда-сюда. Вам часики починить, колечко подпаять. Здесь сейчас мы, да-да-да, казаки на войне. Хорошо, сижу перед кабинетом стоматолога, пробка, говорит Славик. Чувак в машине передо мной занят просмотром порно. А что вы пялитесь в 83-е? Вы тоже занят просмотром? Вот я тоже, я тоже, нет, я тоже, но я не вывожу на экран, я смотрю на своем Samsung Note. У меня Samsung Note 2. И вы его ставите на торпеду? Я ставлю его туда вот в углубление, где экран, и смотрю порно. И я тоже видел, как начинают пялиться из соседних машин, потому что просто придурки. А вы что, не пялили, если вы включите что-нибудь? Что ради? Нет, а зачем они пялиться? Зачем они пялиться? Что своего нет из Samsung, что ли, они пяли? В чем дело, они пяли? Чтобы включить. Телеканал Совет Федерации. Конечно, сейчас. Так, слушай меня, про гендеры быстро расскажу, и все, чтобы вы от меня отстали, наконец, потому что меня все атакуют. Имя Баги Рах пишется B-A-G-E-E-R-A-H. То есть, там Рах сзади. Там главное, что это значит для Афарта. Переводится и читается по-русски как Багир. Багир. Это имя. Багир. Богатыря такого. Героя-воина. Который противопоставлен Шерхану. Багир. Когда он влюбляется в женщину, в женщину своего, там, свою, ну, свою, у него весна начинается. Маугли осуждает Багира, воина Багира. Типа нас на бабу променял, но что-то по бабам начал шастать Багира. В нашем мультфильме и в наших переводах ровно наоборот. Это баба. Это баба. И Маугли ревнует к бабе, будучи зоофилом, пытаясь трахнуть Багиру. Понятно, да? Значит, Багир – это мужчина. Пантера Багир – это мужчина, это воин, противостоящий Шерхану. Понятно? Все. Если считать его женщиной, то когда он начинает кувыркаться от любви, а Маугли его осуждает, ее в этот момент, то здесь зоофилия. Как сложно быть вами, Сергей. Это зоофилия. Понятно, что очень стыдно. Очень стыдно. Понятно, да? Все, это первое. Второе. Из перевода Заходера выброшен большой… Заходера. Заходера, прости, Заходера. Выброшен большой отрывок в начале первой книги, объясняющий имя Винни-Пуха. Имя Винни – женское. Винни – вообще женское имя. Винни – женское имя. Ну, по-английски – женское имя. Винни – женское имя. Нам тут писали, что… Ну, есть вариант Винни-Пуха. Спокойно. Есть. Конечно, Педика Винсента можно назвать Винни. Это правда. Но если он не Педик, то трудно. Слушайте, это Винни – женское имя. И есть указание на медведицу в зоопарку, в честь которой назван Винни-Пух. А у Милна говорится, что это… Известно, что в это время была медведица в зоопарке по имени Винни. Поэтому Винни-Пух, есть медведица, девочка, девочка, девочка и еще сова, и еще сова, которая ходит в женской шляпке в нашем мультфильме. Сова, которая ходит в женской шляпке в нашем мультфильме. А вы все ее как-то модифицируете? Она, безусловно, юноша. Как женщина? Юноша, конечно. И мы ее представляем как трансвестита, который ходит, юноша-трансвестит, полуграмотный выпускник частного колледжа, полуграмотный выпускник частного колледжа, который умничает. В то время несколько было произведений художественных, которые критиковали, которые критиковали таких полуграмотных… Я это сова всегда как энциклопедиста какого-то. Это мальчик. Это мальчик. Да. Он маскирует невежество риторикой. И в то время было несколько… В оригинале. Да, несколько произведений подобных, которые говорили, что выпускники некоторых колледжей, будучи невеждами, используют слова вот такие квазинаучные якобы, маскируя риторикой псевдонаучной свое невежество. В сова, которая бродит в русском мультфильме в женской шляпке, есть мальчик. Ну, в оригинале мальчик. Трансвестит. Винни-Пух трансвестит. Багир, воин Багир. Трансвестит. Пожалуйста, на чем вы учите детей? Объясните мне, пожалуйста, как вы можете учить детей на этих примерах? Мне страшно делается за ваших детей. Как и Алине Кабаевой тоже становится страшно. Через минуту вернемся. Я удручен. Подъем. Саша Минкин, прости меня, пожалуйста. Маликов, Маликов, Маликов. Это вот это только отрицательство. Спутать Маликова с Минкиным. Взрыв невозможно, если только ты не идиот, пожалуйста. Саша, прости меня. Значит, слушайте. Маликов, это кто-то такой, типа Билана. Ну, что-то такое они там поедут. Что-то типа Билана. Высоким голосом, по-моему. Значит, она под звуки Маликова жеманничает в кадре. Марина Щупкина. Она была советницей. Она была на большой должности, простите, у Сердюкова. Да. Как одна из сердюковских девчонок. И теперь ее прибрал Владимир Якунин. Владимир Якунин ее прибрал. Что? Что? Не хотите почитать, послушать, как она читает стихи? Я читал уже. А говорят, они какие-то чудовища. Я читал уже. Я тоже читала. Я читал уже. Я тоже читала. Да. Значит, слушай. Я читал уже в эфире. А, да? Да. Да. Ты просто пропустил это. Слушай, значит, мне понравился вопрос. Корреспонденты спрашивают Владимира Якунина. Подходят к нему и говорят. Владимир Якунин. Здравствуйте. Он говорит, здрасте. Скажите, пожалуйста, чем занята, что вменено в обязанности вашей новой советницы, перешедшей от Сердюкова, Марине Чубкиной? Что вменено в обязанности? Да. Что вменено? Он говорит, ну вы-то будьте мужиком. Вы-то будьте мужиком? Это он журналист. Ну вы-то будьте мужиком, говорит Владимир Якунин. А? Ладно, вокруг одните. Ну что вы следуете всем этим слухам? Ну не задавайте дурацких вопросов. То есть дурацкий вопрос, что делает ваш советник? Смотрите, Якунин назначает советником человека. Ему спрашивают, скажите, пожалуйста, а что делает ваш советник? На что Владимир Якунин отвечает? Ну вы-то будьте мужиком. Из этого следует что-то гендерное. То есть она делает что-то, что делают женщины, и о чем стыдно спрашивает, будучи мужчиной. Надо и так понимать. И не будучи одновременно Агафоновым. Слышишь, значит, нельзя спрашивать, что делает советница Чубкина у Якунина, если ты мужчина. Да. Потому, значит, она делает что-то такое, о чем не стыдно спрашивать. Что она говорит ему? Что она ему делает? Что она ему делает? Что она ему делает? Что она ему делает? Она говорит, Владимир, Вова, какой он у тебя большой. Помнишь этот анекдот, да? Не представляю, нет? Ну. Вова, какой он у тебя большой. Она ему говорит, да? А что она еще... О чем еще стыдно спрашивать? О чем? Стыдно спрашивать о советнике... Нет, стыдно спрашивать о советнике главы РЖД. Ну что, что, что... Она делает что-то такое женское. Она что-то такое делает. Настолько непринято в публичных кругах, что абсолютно будущим мужчиной нельзя спрашивать. Вот что она ему делает? Ну, что? Ну, как что? Не хочу, чтобы я это сказала. Нет, я хочу память. Какой у тебя большой. Думаю, что мы все... Слышите неприличные анекдоты? Ну, напомню, мне все. Это когда начальник трахает советницу на столе, а она, значит, через 30 минут, она ему говорит, она ему, Вова, она говорит ему, Вова, что ты там елозишь? Вова, Вова, зверь, довел уже, я горю вся. Вова, ну, войди. А он говорит, Марина, а я давно уже тебя трахаю. Она ему говорит, боже, какой он у тебя, боже, какой он у тебя, большого. Да, ну, предупредить, как его дам, что они сразу так говорили. Да, да, да. Что-то она делает такое, о чем нельзя спрашивать. Прикинь. Продолжаем гендерную тему. Толоконникова, вероятно, примет участие в краса зоны, что-то в этом роде. Там ближе к Новому году у них подводится итоговое собрание красоток. И, судя по фотографиям, во всяком случае в Евразии, Толоконникова, безусловно, бьет всех. А где посмотреть-то, ознакомиться, где можно со списком? Со списком нигде не дают списка. Портрет. Говорят, сразу она будет мисс. Мисской будет, мисской. Надежда распределена в седьмой отряд, простите, жалоб нет. Она участвует в спортивных, культурно-массовых мероприятиях. Например, в конце года обычно проводится финал конкурса красоты. Я бы не рисковала, не давала бы ей трибуну вообще ни на секунду, на сцену бы не пускала. Да? Ну, мало ли, что она там сделает. Зачки всякие бывают. Потом уже куда ее после этого отправлять? Она может что-то отмочить. Она может что-то отмочить. Конечно. Она может что-то отмочить. Я бы на ее месте только не знала. Значит, я пытаюсь понять. Ты знаешь, что Толоконникова, Алехина и, сейчас секундочку, значит, Самуцевич попали в список мыслителей года по версии журнала The Foreign Policy. Вообще журнал серьезный. Журнал серьезный, это Денис Джекю. Это Денис Джекю отстойный. The Foreign Policy, это серьезный журнал. Он размещает таким образом мыслителей современности на, секундочку, на каком месте, значит, Алехина, Толоконникова и Самуцевич, по-моему, на 16-м месте. Мыслители года. Мыслители современности года, да, да. Значит, Алексей Навальный на 45-м, а Женя Чирикова, Чирикова, знаешь, Чирикова, которая ходит к американскому послу, да, вот, которая ходит. Значит, она на, сейчас скажу, 70-е, 70-е мыслители современности. Ну, наверное, да. Теперь назови меня, Настенька, сейчас на пробу одну мысль, пусть рает, пусть рает, церковь и государство не должны смыкаться. Да. Ну, есть такая мысль. Нет, есть мысль, есть мысль. Кроме того, женщина вполне может. Живее женщина имеет право быть человеком. То есть, пусть рает, мы признаем, что они мыслят. Мысль. Ну, мысль, ну, мысль. Что-то там точно мысль. Значит, Навальный считает, что он должен стать президентом, из этого, мне кажется, очевидно, что он мыслитель. Ну, ведь очевидно мыслитель. Достойно. Ну, очевидно. Нет, если человек... Президентом, это прекрасно. Нет, если человек думает, что он должен стать президентом, то он становится в ряд с выдающимися мыслителями через запятую перечисать не буду. Дмитрий Медведев, там, ну и так далее. Ну, серьезно, я говорю. Я совершенно знаю. Но он мыслитель. Мыслитель. Абсолютно мыслитель. 45-й мыслитель планеты. Считаю, что он должен стать президентом России. На этом основании, я считаю, можно произвести мыслитель. Это нормально. Значит, ну, назови мне хоть одну мысль Чириковой. Вот этого, вот этого, вот это я сокрушительно... Нет, я просто поймёшь. Я целый... Я ночью сегодня не спал. Я ходил. Я протоптал дорожку в полу. Я пытался вспомнить хоть одну мысль Чириковой. Товарищи, кто помнит хоть одну мысль Чириковой? 7-8-8-1-7-0. Какие-то шутки лезут в голову. Ну, конечно, ни одной мысль у Чириковой, ни одной мысли. Серьезно, серьезно. Ну, давай, ну, давай, ну, давай, ну, давай будем хоть в чём-то критичны, ну, давай не будем... Ну, хоть одну мысль с Чириковой, одну. Алло, здравствуйте. Одну мысль с Чириковой. Дайте мне... Что Чириковой мысль? Какая у неё мысль? Ну, это та же самая мысль, как вот у нас в Малаховке в лесу плакаты висит «Береги природу твою мать». Это очень хорошее мысль. Да-да. Я пытался, слышите, а я как-то пытался выкопать такую фигню и увезти себе на дачу. Нет, у нас реально стоит этот плакат уже давно. Вы хотите, я бы на Новый год такую подарю? Подарю. По плакатам сделать? Растежечки или как вы хотите? Нет, на дачу, чтобы... Повесить на... На плотном носителе. Даже с доброй сыном? Нет, но... Или как? На палке, чтобы такая была... А ты через террористую запятую напишешь? Я, как вы скажете, так напишу. Нет, у Чириковой не было ни одной мысли. И Чирикова стерильна в этом смысле. Она абсолютно стерильна, торжественна. Ну, как она может 70-е место среди мыслителей планеты занять? Пожалуйста. А? 70-е? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хоть одну мысль Чириковой, пожалуйста, обнаружите. Мне кажется, судя из ярчайшей. Она вот ходит искать правду к американскому посольству. Мне кажется, в этом есть очень глубокий центральный смысл. Ну, например, если серьезно, ну, правда, вот она решила... Да, и... А мысль все-таки все равно же нет ни одной. А? Нет, ну, как идти искать правду там, а не здесь, мне кажется, это выдает в ней мыслителя очень глубоко. Вдали от дома трава зеленее. Да, очень серьезно. Это вот это философема. Это философема. Да, согласен. Да, слушайте. Значит, и таким образом, Форин Полиси полностью дискредитирован, мне кажется. Ну, Форин Полиси... Ну, слушай, серьезное издание, я всегда считал. Ну, зачем этот цирк, а? Ну... Ну, зачем этот цирк? Ну, как-то вот ему... Ну, Сергей, зачем этот цирк вообще с названиями, имен, года каких-то? Это как, знаете, мне напоминают какие-то хит-парады на музыкальных радиостанциях. И вот когда-то это начиналось в 90-е годы, еще как-то люди слушали, а вот я сейчас иногда случайно попадаю... Я пытаюсь понять, ну, сейчас же будет какой-то граммофон. А кто-то на первом месте? Сейчас будет золотой граммофон. Можно туда пригласить Чирикову, значит, и... Можно. И сказать, что сегодня они там на третьем месте, а все-таки надо золотой граммофон. Мне кажется, это будет то же самое, что The Foreign Policy. Погнали дальше. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Так, слушайте, 10.22, почти 10.23. Мы продолжаем. Мы звоним, мы звоним, и мы предупредили. Так, Настя, представь, пожалуйста, гостя. Настя. ЖЖ-пользователь Евгений Шульц, а настоящее имя его Александр Евсин. Да. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ведь я не скрываю, что мы вас предупредили во время рекламы. Александр, значит, меня заботит вот что. Мы считаем абсолютно достойным и правильным инструментом смытие денег в офшоры. Когда был кризис, как вы знаете, 2008 года, я подозревал русский бизнес в том, что они требуют денег у правительства для того, чтобы смыть его на долги самим себе. Но вот это бесчинство, кажется, был какой-то намек со стороны Путина, что это нехорошо, будто бы в начале осени. И судя по вашим публикациям в ЖЖ, это бесчинство продолжается. То есть, когда мы платим с СМС номеров за стоянку в центре Москвы, мы отправляем часть, по крайней мере, этих денег куда-то в офшоры, верно? Ну, тут пока следует, чтобы быть полностью объективным, следует говорить, что просто та фирма, на которую зарегистрирован этот номер, имеется офшорные учредители. А вообще, можно говорить, что там просто очень много бизнесов, на которых кормятся люди, причастные к департаменту транспорта и информационных технологий. Можно вопрос? Вы каким-то образом обращали внимание, или вы просто, как сказать, вы бьете в свою рынду, а министерство транспорта, может быть, или департамент транспорта об этом просто не знает? Нет, департамент транспорта об этом прекрасно знает, они даже дали, вроде как, опровержение, но только опровержение какое-то бестолковое получилось у них. То есть, они, во-первых, сказали, что узнали об этой фирме только из блогов, хотя в числе учредителей или там есть советник департамента информационных технологий. Там, кстати, непонятно, департамент транспорта больше мутит или департамент информационных технологий. Александр, Александр, давайте так, мы говорим с ЖЖ-пользователем Евгении Шульц, который на самом деле Александр. Александр, давайте я сяду, возьму в руки карандаш, и вы мне попытаетесь объяснить схему, значит, и что в ней вызывает у вас повышенное внимание. Есть схема, да? Смотрите, я приехал в центр города, Г-Москвы. Да. Да, Г-Москвы. Я поставил машину, я подошел к какой-то фигне, где написан номер, после чего долго лаялся с оператором, чтобы мне открыли короткие номера, после чего я набрал четыре знака и послал сколько там? Три рубля, нет, не три. 50 рублей в час, по-моему. 50 рублей, 50 рублей. Я послал 100 рублей. Ну, думаю, сейчас просижу. Да? Многое, да. Значит, что происходит с моими деньгами? Ваши деньги начинают обрабатываться процессинговым центром. В качестве него там может использоваться все, что угодно, на самом деле. Потом, по идее, деньги должны поступить на мерчант-аккаунт, так называемый. То есть, это транзитный счет предназначен для приема этих платежей. Так. Это на фирме? Это мы пока еще не выяснили. Но, вообще-то, когда у оператора связи номер зарегистрирован за какой-то фирмой, то, значит, она и является мерчант-аккаунтом. Сейчас это одни опровергают, а мы, соответственно, проверяем. Да. Значит, эти денежки полетели на мерчант-аккаунт. Этот аккаунт в русском банке. Зарегистрировано или нет? Где находится мерчант-аккаунт, непонятно. Потому что непонятно даже по номерам. Мы еще сделали контрольный платеж по банковской карте. Там тоже совершенно непонятный получатель. То есть, там условное наименование, Москва Паркинг такое. Да. И банк не может сейчас сообщить реквизит и организационную форму вообще там, кто владеет этим аккаунтом. То есть, куда улетели деньги, непонятно. И непонятно сразу. То есть, оно улетело куда-то коммерческой фирме. Эта коммерческая фирма, безусловно, и было бы странно, если бы она работала без процента. Я вот считаю точно так же. Но они отрицают. Теперь они говорят, что совершенно бесплатно какая-то благотворительная фирма обслуживает... Если бесплатно, это криминал точно. Слушайте, если не бесплатно, то это пахнет криминалом. А если бесплатно, то это еще больше пахнет криминалом. Значит, с ними рассчитываются фейворс. Значит, с ними рассчитываются любезностями. То есть, по существу, с ними коррупционно рассчитываются. Если нет прямых, понятных, прозрачных отношений, значит, расчеты носят коррупционный характер. Абсолютно верно, Сергей. Я точно так же считаю. Да. То есть, если они бабки берут на иностранную компанию за то, что мы платим за парковку, это пахнет криминалом. А если не берут, то это втройне пахнет криминалом. Да. Ну, понятно, да? Но у вас железная логика. Я точно так же считаю. Ну, как же, в другом случае, если я начну вас на плечах возить, все скажут, зачем Доренко носит шульца на плечах. А я скажу, я бесплатно, я так дурачок. Ну, извините, извините, извините. Понимаете, да? Значит, скажите, пожалуйста, вы обращались в департамент транспорта города Москвы, обращали внимание на несуразность на эту. Каков ответ их? Ну, он, в общем, уничижительный в моем плане. Сказали, что я просто пиарюсь там и так далее и тому подобное. Ну, в общем, решили проигнорировать это дело. Но я, в свою очередь, подал обращение в Следственный комитет и по сделанным мною контрольным платежам сделал запросы в банк и свой оператор мобильной связи с мегафона платил. Да, да. Слушайте, давайте договоримся с вами вот о чем. Нужно какое-то время. К нам вот этот департамент транспорта приходит. Мы их спросим в пятницу. Кроме этого, мы на вас выйдем, если позволите. Может быть, в начале следующей недели или в конце этой недели. Чтобы какое-то движение понять, ладно? Ну, я буду рад помочь, конечно. Да, спасибо, спасибо. Потому что вы помогаете на самом деле всем нам. А вот как только получится... И больше того, вы спасаете карму этих подонков. Вы спасаете карму этих подонков. Они должны вам в ноги кланяться. Счастливо, счастливо, спасибо. Слушайте, значит, вы поняли, в чем дело, да? Конечно, да. Куда-то идут деньги, хрен пойми. Короткий номер, который зарегистрирован на частных лицах, а также и соучредители кипрские в Никосе и нескольких компаний. Очень приятно. Значит, соучредители кипрские компании и частные лица из московского правительства. Один из них, да, Титаренко. Да, значит, частные лица из московского правительства и кипр... Который МТС работал до 2011 года. И кипрские компании получают зачем-то наши платежи за парковку. Да. Получив наши платежи за парковку, они абсолютно бесплатно, не беряя вообще ничего, но неся расходы, потому что они же не несут расходы. Конечно. Неся расходы, абсолютно бесплатно отправляют деньги куда-то в правильное место, но куда не говорят. На развитие ГМОСКВЫ. Да, на葵 tiene. На развитие ГМОСКВЫ. Куда-то в правильное место, но куда не говорят, и проверить невозможно. Невозможно. И стыдно задавать подобные вопросы, потому что любой, задающий подобные вопросы, безусловно, пиарится. Ну, практически. Вот Евгений Михайлов из департамента, сегодня в деловом завтраке в РГ, разговаривает с Светланой Батовой. И что же говорит? Куда пойдут деньги собранные? Он говорит, все пойдут в бюджет, схема предельно прозрачная. Она говорит, да? Он говорит, да. Все, вот такой разговор у них. А зачем они летают через киприотские компании? К сожалению, Батова не задала этот вопрос. Батова не знала. Российские газеты, это неинтересно. 10.30 новости. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. Обзор печати. Ну, вчерашний приговор Мирзаеву, конечно, стал, наверное, центральной темой для всех передовиц. И фотографии Мирзаева из зала суда, где ему снимают наручники, потому что сразу после оглашения приговора его, соответственно, освободили. Под клики, правда, некоторые газеты пишут позор. И редакционная, в общем, позиция обозначивается, так сказать, в том, что именно жирным шрифтом выделяют в газете. Вот, например, в московских новостях указывают на то, что удар, сила удара Мирзаева левой рукой, именно левой рукой он бил Агафонова всего 100 килограмм, а правая рука 400, около 400 килограмм. Ну, то есть, в общем, по-разному все оценивают, ну, и споры до сих пор горят. И на всех сайтах, и на сайте МК, и на сайте Комсомолки, везде можно пойти и прокомментировать эту новость, поспорить, может быть, с огражденами. Не все, в общем, довольны этим приговором. Но сам Мирзаев говорит, что, во-первых, уже сегодня на нашем сайте есть новость, что он готов помогать семье погибшего Ивана Агафонова. Есть также интервью «Известия», значит, взяли, пошли интервью у этих интерпренеров, ну, которые занимаются боями без правил и так далее. И некоторые говорят, что даже готовы были бы работать с Мирзаевым, как с бойцом. Другое дело, что готовы ли его на ринге, как бойца, видеть зрители. Аргументы и факты сегодня, как обычно, по средам выходят в номере. Они рассказывают, что делать, куда идти, если задерживают зарплату на 70-й странице, а также, что предсказал Стругацкий и чего стоила его сбыча мечт. Это выражение, естественно, закавычено. Давайте немножко городских новостей. Столицу не устроила цена на реагенты Дерипаски. Это вот нас всех ждет, сейчас будет снегопад. Сын экс-министра природных ресурсов переиграл олигарха на рынке. Московские власти не могут в этом году закупить реагенты на основе хлористого магния. Бешафита. Об этом говорится в письме главы департамента ЖКХ Андрея Цибина. Ну и так далее. Там много комментариев от департамента и от игроков рынка. В общем, я так поняла, что пока никакого реагента еще особенно не купили. И мы не знаем, что у нас будет на обуви цвести этой зимой. Школьников заставят улучшать внешний вид города. Это тоже известие. С декабря в московских школьников начнут учить благоустройство районов. Об этом известием рассказала начальник управления Департамента образования Марина Смирницкая. Ученики всех классов вместе с учителями будут ходить по окрестностям, разрабатывать проекты по благоустройству и размещать их на портале НашГород. Улучшать внешний вид спальных районов Москвы дети будут вместо некоторых уроков по общественному сознанию и информатике. Кроме того, в каждой школе должны быть отведены часы на проектную деятельность. Кроме того, про Шойгу говорят, что от Шойгу требуют резко увеличить призыв дагестанцев в армию. Это вызов такой своеобразный. Ему обращение пришло от 11 депутатов. Об этом тоже в известиях. Штрафы за увольнение забастовщиков грозятся поднять до 3 миллионов рублей. Это там же. Это депутаты хотят поднять. Но депутаты хотят. Это еще не значит, что поднимут. Кроме того, у нас есть что? У нас есть ведомости, которые рассказывают, что посчитала компания специальная, Скартел, по-моему, посчитали, как мы время проводим в интернете. Комскор, комскор. Большинство наших сограждан тратит время на просмотр видеороликов в социальной сети ВКонтакте. При этом ВКонтакте сама не согласна. Сайт ВКонтакте, а также ВКонтакте, он называется, стал в октябре лидером Рунета по удельному времени просмотра видео на пользователя. Такие данные приводит аналитическая компания Комскор. Пользователь видеосервиса ВКон провел на нем в среднем более 17 часов. Почти в четверо больше, чем на Ютьюбе. А на Ютьюбе меньше 5 часов. И еще есть такой ресурс Иви. Более 4 часов. Учитывался просмотр и роликов, и рекламы уточнила ведомостям представительница Комскор. Сумма битума и шлемов. Это подтверждается факт массовых беспорядков 6 мая. Как мы все знаем, следствие будет при помощи восьмизначных сумм ущерб оценивать. Предлагают миллионные штрафы выписывать нарушителям порядка и тем, которые городской пейзаж каким-то образом портят. В МВД материальные потери, вот, например, от беспорядков 6 мая оценили в 43 тысячи, нет, я сейчас запутаюсь, в 438 тысяч 563 рубля. Ну, полмиллиона, в общем, рублей. Это утери шлемов, жилетов и так далее. Это в ведомостях сегодня. Законопроект, вводящий ответственность за оскорбление чувств верующих, решено отложить до весны и серьезно переработать, как и просили президентские правозащитники. Ну, и под сам конец хотел обратить внимание ваше на российскую газету. Там такая статья есть Константина Новикова. Кажется, я уже эту фамилию когда-то уже вспоминала. Он, кажется, такими штампами уже пишет давно. Там статья про, казалось бы, в общем, такую довольно смешную вещь. И в Эстонии прошел какой-то фестиваль, какой-то фестиваль музыкальный, на котором были какие-то представления. Там были танцы под музыку сценические поставленные. И он описывает там, особенно он пересказывает в подробности тексты танца, серьезнейший тон статьи. Там геи-комары где-то в какой-то момент появляются, они там женятся. Но это, исходя из того, что он рассказывает, не главный лейп-мотив танца, но заканчивается все подведением такого итога, что христианские ценности попираются. Ты прочитай текст, послушай. Там же весь вкус текста. Ну, давайте читать уже время уже. Ну, он пишет. Ну, послушай меня. Это человек из российской газеты. Евгений Шестаков. А, нет, Евгений Шестаков, да. Евгений Шестаков. Евгений Шестаков. Он пишет. Смотри. Танцорам предложено... После краткого признания друг другу в любви, которая, судя по сценарию, заняла насекомых лавеласов один вечер, парочка отправляется, разумеется, в США. Ну, разумеется, в США. Разумеется. То есть, если они педерасты, то они едут, разумеется, в США. Ну, конечно. Там, в Лас-Вегасе. Она проводит время в казино. Она это парочка. Парочка. Что по версии авторов называется играть в мафиози. Но когда присыщенные жизнью, кровососущие... Если кровососущие, они не могут быть педерастами, они могут быть только лесбиянками. Да. Не путаешь, конечно. В штамке, конечно же, только нападают. Никогда кобели... Кобель-комара никогда не пьет кровь. Кобель-комара сидит... Кобель-комара читает газету и питается нектаром. Сука-комара пьет кровь. Правильно. Кобылица. Или как правильно? Сука-комара. Как надо говорить? Очень бешеный. Молодая сука-комара. А молодой кобель, он сидит нога на ногу. Отвлеклись. Они возвращаются в гостиницу. Но когда присыщенные жизнью, кровососущие, стало быть, лесбиянки, возвращаются в гостиницу, они сталкиваются с пчелой-гангстером. И у той, и это особенно подчеркнуло в задании, медленная мужская походка. Он читал задание к танцу. Значит, это буч. Это буч. Злая пчела отобрала деньги у комариц, которые забились в плаче, и на их пути оказался бездомный муравей. И как следует из сюжета, он мог проводить обряд венчания. Мог, но не провел, но мог. В экстазе танцует энергичный круговой танец, падение Европы, отход от христианских ценностей. Длиннющая статья сегодня в российской газете. Но это полный окончательный отстой. Я тебе хочу сказать, что 20 лет назад подобная публикация не могла появиться нигде. И 20 лет назад это было бы стыдно, если бы российская газета опубликовала подобное. Хотя, может быть, 40 лет назад это было бы не стыдно. Вот я сейчас думаю. Вот 40 лет назад, может быть, это было бы хорошо. Да? Называется «Так тянет танцевать». Статья всех приглашает. Ну, это могло бы появиться в «Современнике», мне кажется, когда сражались с новым миром. Это могло бы появиться в «Современнике». Ну, сейчас я предлагаю «Современнику» взять эту статью за основу постановки. 10.42, поехали дальше. Подъем. Слушай, смешная история. А, про полицейские. Ну, сначала не смешная, не смешная. Это у вас там под Петербургом расколотили пьяные, кажется, пьяные полицейские. Потому что кажется пьяные, потому что их никто не анализирует. Но сами потерпевшие говорят, пьяные, конечно. Непонятно. Документов, правда, нет. Но очевидцы говорят, что были пьяны. Они выехали на встречку и врубились в машину, значит, которая стояла для левого поворота 2.2108. И там беременная женщина пострадала. Да, да, да. Травма груди, переломы, ребер и все-все-все. Она беременна. Она сейчас лежит в больнице, полицейские выехали зачем-то на встречку и зачем-то врубились в нее. И очевидцы говорят, были пьяны. Ну, это как бы тоже привычная вещь, поэтому это ничего особенного. А вот необычная, на мой взгляд, все-таки вещь про это такси полицейское. То есть полицейские дежурили в Домодедове нарочно и там ждали клиентов. И за 70 тысяч рублей довозили клиентов с ветерком до любой точки в Москве. Смотри, да, какая изысканность, смотри. Коррупционный скандал. Ну, так слушай. Это специальный полк охраны МВД. Полковник полиции возглавлял этот, как полагается, следствие бизнес. Полковник был задержан 23 ноября, а вот недавно. При получении 40 тысяч рублей от инспектора группы. Так, здесь где-то было в Домодедове? Да, смотри как. В Домодедове стояла машина, вип-такси. То есть форт, милицейский форт. С сиреной и милицейской, полицейской раскраской. Милиция, да? Значит, клиентам предлагалась доставка из аэропорта в любую точку столицы. На патрульном полицейском автобиле Форт Фокус. Поездка осуществлялась со специальными световыми звуками и сигналами. И в наручниках? Ну, может быть, но нет. Вот 70 тысяч услуга, 70 тысяч услуга. Нормально. 40 забирал командир полка. Ну и правильно, королевский, он как лев. Он как лев, он был подобен... Остальные 30. А остальные делили шакалы. Он был подобен как раз вот Шерхану, тигру Шерхану. И он был подобен, если он себе забирал. Он же дальше передавал, наверное. Нет, а да? А как вы думали? Он забирал себе, иначе за что его арестовали? Не знаю. За что его арестовали, объяснили? Он делился наверх, кто бы его арестовал, объяснили. До сих пор-то он работал как-то? Он работал, потому что он вскрытничал, тихошничал, не мог обнажить себя перед партией. Он был нечестен, за то и поплатился. Ну-ка, о чем ты говоришь? Он забирался... Так как они предлагали эти услуги? Так вот в том-то и дело. Вот это и загадка. Слушайте, кто знаток? Позвоните нам, пожалуйста, 788-107-0. Ну, как бы я вот... Мы с Аножкой, например, полицейские. Аножка, будешь полицейским? Да, конечно. Все, я уже. Ну, и мы с тобой полицейские. Как это в Домодедове ты что, пристаешь к кому-то? Ну, как это? Смотри, ты за рулем сидишь, потому что ты безумная, я знаю. Аножка безумная. Аножка абсолютно безумная, полоумная. Она на второй ездит до 80, на третьей до 120. Четвертую никогда не включает. Это Аножка, пожалуйста. Значит, Аножка у нас полицейский водитель. Я пошел в здание аэропорта клеить кого-то. Да. Как я здесь должен сказать? Я не могу себе представить. У вас круглая попка, как... Смотрите, какая мускулистая попка. А что я скажу? Я не знаю, что мне делать. Ну, надо какой-то шлем... Слушайте, как я делаю. Я сейчас серьезно. Я стану посреди аэропорта. Я стану посреди аэропорта. Специальный жилет нужно... Нет, я знаю, я буду... Я буду идти натыкать. Я возьму огромный чемодан, с аквуёж. И с акваяжем буду всех таранить. Нет, с акваяжем всех таранить и говорить... Простите, пожалуйста, так стать. Не хотите ли вы даже... Вот как-то так, а? Простите, пожалуйста, так стать. Я буду говорить. Нет, ну а как клеить? Я не понимаю, ребят. Как ментов нанять, чтобы они вас возили? Ну, как это можно снять клиента? Я не понимаю. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Вы разбираетесь в этом? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, элементарно просто. Они работают с таксистами, и когда по выходу клиента выходит к такси, они предлагают такую услугу. Всё очень просто. Как это? Таксисты? Там очень разные. Вы были в Домодедове? Клиенту в любом случае нужно попасть в Москву. Он подходит в диспетчерскую, его проводит специальный человек. Можно вопрос? Да. Как может быть, что человек, который идёт в диспетчерскую, одновременно может платить 70 тысяч? Ну, конечно, это кажется сказочным. Не, ну, мало ли кому нужно попасть в Москву. То есть, если есть деньги, и оперативно нужно это сделать, почему бы это не сделать через вот такую статистическую услугу? Ну, вот можно вопрос? Мне кажется, человек, который платит по 70 тысяч, это какой-то индийский раджа на боб. Да, наверное. Возможно. Ну, кохинор, на пальце кохинор. Известных много, как нам казалось. Кохинор. И он выходит, конечно, блистая бригетом, кохинором и всякой прочей сранью. Ну, не, не, кохинор это, кажется, такая, Сергей, порода куриц, нет? Кохинор? Да, что это? Ку-ку, это алмаз. А, да? Ага. Ну-ка. Ага, порода куриц. Порода куриц – Брама. Я недавно видела. Брама порода куриц. Брама, с волосатыми ногами. Да. Какой это и сам. Я не буду говорить у кого, чтобы неполиткорректно не прозвучать. Ну, вот. Алло, здравствуйте, прошу вас. Да? Добрый день. Да, как они, вот мы с Наножкой хотим преступную группу сообразить. Мы намерены наняться в полицию и увозить людей за 70 тысяч. Ну, как это вот мы найдем клиентов? Объясните, а? Да, не так вы найдете клиентов. Все это делают через командиры. Это для очень узкого круга лиц. Да. Все эти услуги выполняются под импленностью. Естественно, с командиром вы едете под конкретно и стоите вы там в аэропорту, никого там снимаете, вы едете уже, встречаете конкретного человека. То есть я заранее должен договариваться тусить. Да, абсолютно так. Если я тусил где-то на шашлыках, то мне неловко будет 70 тысяч просить. Да нет, это не надо ничего. По заранее договоренности это все делается. И едете вы под конкретного человека. Я это точно знаю. Слушайте, вот поэтому конкретно нас с Аножкой никто не берет в МВД работу. Нет, вас никто не возьмет. Потому что мы придурки реальные. Понимаете, в чем дело? Настя, тебя можно. Ты тварь бессловесная. Я сижу в машине. Ты сидишь в машине. С мигалкой. Твое дело только, когда тебя клиента посадят. Включите эту штуку. Нет, включите эту штуку. И потом говорит, водитель, освободите дорогу. Освободите полосу. Освободите левую полосу. Водитель. Я с моим голосом не думаю. Да, да, да. Все пытали оглядываться и хохотать. А для голоса бери меня. Для голоса бери меня. Мы были у меня справочные. Нет, ты слышишь меня? Нет, ты слышишь меня? Что я говорю? Ты ведешь на второй до 80, на третьей до 120. А мы вели программу. А я в этот момент в мегафон, в эту хрень, в специальный микрофон. Читали за вас левую ленту. Я говорю что-то такое. Вот я говорю. Водитель, освободите дорогу. Да. 0,23. 0,23 примите вправо. 327 примите вправо. 327, вы что, не слышите? Вы что, не слышите? Тебе что, натянуть твою рту? Да, да, да. Ты урод, ты уберешься вправо или нет? Жить надоело, придурок. Вот я должен говорить в эту штучку. Понятно? Нет? Нормально будет? Нормально будет? Да. А в следующий раз с вами поедут? Мы с Анашкой едем промышлять. Слушай, а давай так просто вот на шару будем ездить? Поставим себе 0,5 номера, типа нам все пофиг. Мы даги. Давай просто без милиции, без полиции так промышлять. А так нам 70 тысяч не дадут. 70 тысяч не дадут? Так просто... Ну, хоть 20-то дадут. А наушечка, хоть 20-то дадут. Да и 20-то, боюсь, не дадут. Не дадут. Сергей, а по жопе дадут? Сергей. Ладно, погнали. 10-51. Русская служба новостей. В движении. В движении. Слушайте, молния упала. Так что? В Москве по подозрению в мошенничестве задержан экс-офицер ФСБ Андрей Понькин, которого связывают с опальным олигархом Березовским. Наоборот же он Березовского проклинал. Да? Понькин же, конечно, Понькин. Вот он за этой платиной. Понькин как раз, он же наоборот проклинал Березовского. Разрывает бывших офицеров ФСБ? А, не знаю, я знаю, что он проклинал Березовского. Он же работал у Гусака, Андрей Понькин работал у Гусака. Его внедряли... Андрей Понькин, который внедрялся к... Он ругал? Андрей Понькин, который внедрялся к владельцу, к брату владельца славянской Джабраилову, к брату Джабраилова. Понькин рассказывал, я внедрялся под видом нефтепромышленника к брату Джабраилова. Когда они хотели украсть брата Джабраиловой, продать его... В Дагугловскую. О чём вы говорите? Они же пытались продать Джабраилову и его брата за 2 миллиона долларов, чтобы выкупить офицера ФСБ из плена. Об этом же Понькин рассказывал. Понькин, который отказался идти за Литвиненко, который, наоборот, был верным сыном ФСБ, теперь задержан. Потрясающе, 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 интересно. Понькин? О, 10.54. Слушай, это 10.56.47. Значит, смотрите, Анастасия Аножко провела этот выпуск. После, после, после Киевского ДТП так и осталась почему-то на Яндексе, я не знаю. Ну вот, там в внутреннем КАД держат ДТП на Яндексе, во всяком случае. Но это уже часа полтора, как мне кажется, уже это не очень актуально. Анастасия Аножко провела этот выпуск. Светлана Матвеева расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу её эту среду, 28 ноября. Подъём.